Это дело получило широкий общественный резонанс благодаря неравнодушным горожанам, которые обратились за помощью к главе Самары Елене Лапушкиной в социальных сетях. Застройка данного участка была запрещена губернатором Дмитрием Азаровым еще в должности мэра Самары, когда им было инициировано судебное разбирательство. Позиция города с тех пор не изменилась. Глава дала поручение администрации Ленинского района и департаменту градостроительства выехать на место в рамках муниципального земельного контроля, а также лично побывала на месте. Специалисты отреагировали незамедлительно. Они проверили проблемный участок вместе с жителями и составили акт осмотра. Мы зафиксировали здесь нарушение правил благоустройства. Кроме того, мы установили здесь совместное наличие фундамента. Глава райадминистрации пообещала направить обращение в Государственную инспекцию стройнадзора. Специалистам предстоит определить, имеет ли данный фундамент признаки капитального строительства. Если его назначение не будет соответствовать требованиям законодательства, фундамент придется демонтировать. По словам местных жителей, неопрятный ангар и строительный мусор уродуют исторический центр Самары. Горожане выступают резко против любого строительства у храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Вот этот склон, на котором стоит храм, он, в общем-то, сам по себе очень эстетичный и привлекательный во всех отношениях. Уничтожать это не хочется. Напомним, что участок на Маяковском спуске входит в зону рекреационно-ландшафтных территорий. Здесь необходимо соблюдать чистоту и поддерживать окружающую среду в надлежащем состоянии. На сегодняшний день владелец участка вправе использовать его только под автостоянку. Другие виды деятельности, противоречащие градостроительному кодексу, могут понести за собой административное наказание. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Сидоров. События.